Тема нашей сегодняшней беседы — это обновление сознания. Когда мы со своей башней счищаем плесень, отмываем всё, что там смердящее, пердящее, уставшее, недотянувшее, и живём по-другому. И первое, что мы сегодня обсудим, очень-очень важно, это жизненная энергия человека, жизненные силы. Давайте это запишем. Жизненные силы человека. Знаете, они не имеют отношения ни к болячкам, ни к каким-то объективным обстоятельствам, потому что понятно, что бывают какие-то испытания, бывает что-то непредвиденное, на нас влияет погода. То, пятое, десятое. Я сейчас говорю о способности мобилизоваться и сконцентрироваться. Когда тебя разнесло, и ты набрала плюс двадцать, или плюс тридцать, или когда ты узнала диагноз. В этом состоянии очень важно мобилизоваться, потому что любой дурак может мобилизоваться, когда всё хорошо, когда ноги в тепле у камина, когда рядом красавица-жена, которая на седьмом году жизни, или на восемнадцатом, продолжает тебя вдохновлять, и продолжает являться желанной. Намного труднее сконцентрироваться, когда ты просыпаешься. Рядом с тобой на подушке лежит твоя отвратительно низкая самооценка. И когда ты понимаешь, что всё, всё, детка, время ушло, времени очень мало, поменять что-то сложно, штамп в паспорте, дети, ипотека, всё это как цемент скрепляет эти нерушимые взаимоотношения, а нужно каким-то образом жить, парить, порхать, любить, вдохновлять и, в общем, не тухнуть. Ещё раз, способность не тухлить. Нужно в себе развивать, напишите, вне зависимости от обстоятельств. Вот именно это отличает успешного человека. Когда, ну не успела девчонка накраситься, ну ничего, и тут как раз к ней бывший парень заехал, да? Она сконцентрировалась, улыбнулась, мокрыми руками по волосам провела, главное, чтобы глаз горел, да? Глаз горел, улыбка до ушей. Вот проводили исследование. Каким людям мы тянемся? Мы тянемся даже не к успешным, богатым, красивым. Мы тянемся к людям, подскажите мне, к каким? К энергичным уже теплее, ещё? Позитивным уже ещё теплее, ещё? А? Каким? К горящим уже вот прям совсем горячо? К счастливым людям мы тянемся, потому что когда человек счастлив, и он излучает радость, энергию жизни, волну любви, нам кажется, что в его лучах мы тоже можем немного согреться. Но это подсознательно. Нам тоже что-то перепадёт. Вот, поэтому если идёт хорошо упакованная мемра с серьёзным выражением лица, и идёт девчонка, то ли круг, то ли квадрат, там, не пойми что, но она улыбается, у неё позитив, у неё на лице написано «Доброта». К кому быстрее мужчина подойдёт? К кому вы на мероприятии подойдёте? К мемре упакованной спросить, где, что, как, какое расписание, так посмотрите, вы думаете, лучше не нужно. Или к человеку, скажем, со средними данными, но при этом излучающим позитив. Какое-то вот расположение к вам, желание дать хотя бы немножечко энергии вот этой, которая так вечно в дефиците. Человек, который готов дать чуть больше. Напишите, да, вот быть этим человеком, который готов дать немножко больше, чем от него просят и ждут. Не напрасно. В книге книг написано. «И если кто попросит тебя идти с ним одно поприще, поприще – это два километра примерно, иди с ним два. Сейчас поясним, да? Запишем. Это духовная мудрость, пусть она будет нам руководством к действию. Сейчас мир тухлящих и смердящих, которые не то, что два поприща вместо одного с вами не пройдут, они вам переломятся завтрак в номер принести, если вы заболели, и начнут мыкать. Есть вот такое понятие – мыканье. Мыканье и мыкающие люди. Когда они говорят, у нас так не принято, мы так не делаем. То есть это он так не делает, он не может свой пирожок оторвать, и он не может пойти и принести новое мусорное мудро вместо старого. Но он говорит, мы это не предоставляем. Вот когда начинается мыканье, знайте, перед вами тухляндия. Человек-тухляк, который только ищет, где подключиться. Он ходит со своими вилочками, и вот энергию подсасывает везде. Вас не должно быть среди этих тухляков, потому что вы знаете грейс. А грейс, товарищи, это счастье, радость, благодать и так далее. Подключиться к каким-то источникам энергии в высшем смысле этого слова. И ты должна всегда быть в тонусе. Напишите, быть в тонусе, потому что ты же не труп в анатомичке. И некоторые люди сейчас уже даже концерты смотрят сквозь телефон. То есть они приходят на концерт, включают видео и смотрят на телефон. И мы постоянно фотографируем. То есть мы больны тем, что нужно все заснять. Мы увидели что-то, надо скорее сфотографировать. Этот цветочек, эту рамочку, эту еду. Я и еда, я и машина, как правило, в скобках чужая. Показать, что я рядом с этой вещью нахожу. И обязательно выложить, чтобы продемонстрировать, что причастность мою к какой-то движухе в этой жизни. В жизни в Инстаграме она бурная всегда, товарищи. Она всегда отфотошопленная. Там ни морщин у людей нет, я вот чему удивляюсь. Ни возрастных перемен никаких. Ни одного прыщика. Ничего, ни одной складочки. Там, знаете, функции всякие есть. Я видела, и то, что было 2 на 3, оно становится как-то так подлиннее. Там можно себе буфера надуть, все можно сделать. И вот там в Инстаграме все показывают свой фасад. А что там внутри? Просто наслаждаться моментом, быть здесь и сейчас. И я говорю по поводу энергии. Очень многие люди страдают недостатком энергии. Причин много, их смысла нет разбирать. Пришла депрессия, и вас разбила, вас накрыла. Страна плохая, правительство о вас не заботится. Дорогу под окном не чинят. Воду горячую отключили, поэтому вы с жирными сосисками на голове пришли. Знаете, когда человеку надо, он из ладошки помоется. Он пойдет в санузел в поезде. Есть женщина, которая, если на вокзал приехала, она пойдет там в раковине помоется, высушит, встанет на два часа раньше, понимаешь, и выйдет с нормальной головой. А есть такие, которые даже оправдываться не будут, что воды не было. Для них это вообще нормальное состояние. Башню не мыть. О чем она говорила на тренинге? Что она опять, что ли, говорила о том, что надо мыть башню? Преимущественно изнутри, товарищи, да, запишем. Чистить свой фонтан изнутри. Нет, есть другая болезнь. Да, изнутри ершиком железным просто драйд. Есть другая проблема, когда человек уделяет исключительнейшее внимание своей внешности. Да, то есть надувает губы, колет уколы в лицо, вместо того, чтобы в мозг колоть. Высоким лицом потом в лифте. Вроде улыбается, а вроде не улыбается. Нет, я понимаю, надо что-то с собой делать, если там уже все дриблеющее, стареющее и так далее. Но когда только это, когда в мозгах ноль, когда бренды шменды, и как на корове седло сидит это Армани. Зачем это все? Для чего? Для кого? То есть чтобы что? Чтобы показать, что я секси-гелл или что? И что тогда, тебе все должны хотеть и бросаться, и устилать твою дорогу купюрами? И для чего это делается? На самом деле, с одной стороны, вот эта вот пропаганда идет постоянная. Продажа тупо своего тела. И очень многие хотят себя подороже продать. Товарищи, это катастрофа. Продать свое тело. Вы признайте сами себе, что вы, делая это, продаете свое тело. То есть вы занимаетесь просто проституцией. Почему я не увижу улыбок, понимающих, так сказать. Вместо того, чтобы пойти и заняться здоровьем своим, да, скинуть сальца килограммчиков 20, я думаю, чтоб легче дышалось сердечку. Вместо того, чтобы книгу прочитать. Грейс пишет, что читать надо каждый день. Зачем читать, если я сделаю губы и, так сказать, не насосала, а подарили. Часы и шубу и брюлики на мобиле. Нечем помочь, а? Вообще, вот, мне кажется, наш век – это век больших губ. Ну куда уже больше? Ну остановись, ну хватит. Уже все, уже все видят, что у тебя губы. То есть все, ты вот зашла, уже губы висят они. Ладно. Ну красиво уже, блин. Что красиво? Когда негры, то красиво. Но у тебя же другой типаж лица, верно? Унитазные улыбки эти с голубым отливом. Вот в Афину приезжаешь, там практически все русские, они все к одному и тому же стоматологу ходят. Он им всем все содрал и поставил винира. Ну, 20 лет гарантия, понятно, что через полгода это все отваливается. Самый неудачный момент, когда вы, например, где-то на конференции, на свадьбе свидетелем работаете, вдруг раз, что-то случилось. Своё надо беречь до последнего. Пусть она там немножечко там с щербинкой, как у Аллы Борисовны Пугачевой было в молодости, да? Ну, какая-то вот эта естественность. А сейчас уже эти люди-киборги, которые ходят все резанные, перерезанные. Это на самом деле насилие над собой, это неприятие себя, товарищи. Прими себя, детка, просто прими с большой грудью, с малой грудью, с длинными ногами, с такими коротенькими ножками, не знаю, ну, купи там платформу себе, подложи что-нибудь. Или просто наслаждайся тем, что ты маленького родства. Надо себя принимать приятно полненькой, понимаете? Приятно полненькой, приятной женщиной. И не нужно комплексовать от того, что какой-то парень выше вас ростом. Почему всё время идёт зацикливание на внешних факторах? Ну, это же тупость. Надо быть живым, собранным, продвинутым, чтобы глаз горел, чтобы интересно было с вами. И чем столько усилий вбухивать вот в этот фасад, чёртов, ты поработай лучше, дура, ты тупая курица. Над настроением своим ты сидишь с унылой рожей и накладными ресницами, проси, Господи. Нет, я уж молчу, там как-то всё отклеивается. Если нормально сделать, ничего не отклеивается. Проснулась, очень удобно. Я ж не против. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Если ты дельный человек, и у тебя там ещё поешь каждая штучка, всё там сделано, сбрита, намазано, препидорина, слава тебе, Господи. Но когда у тебя вот это и всё на этом, ты стоишь и думаешь, кошмар, это кукла просто. И мужики сейчас куклы пошли какие-то, утянутые, понимаете, в педерастических брюках. Нет, пожалуйста, если идеальное тело, там фактура мышц видна, там всё. Ну, когда вот это всё, значит, начинается, там, ну, это дело твоё личное, но всё равно быть мужиком. И мы запишем себе два отдельных смысла. Мужского существования и женского. Отдельный смысл жизни мужской заключается в том, чтобы быть мужиком. Быть мужчиной. Даже если ты гей, быть мужиком. Ходи в спортзал, умей втопить в торец, а не только рассольчики дома закручивать. Просто будь мужчиной. Сильным, мужественным, галантным, с искромётным юмором, с прокачанными мозгами, с широкой душой. Умей отстоять свой образ жизни. Если ты женщина, отдельный смысл жизни женской, вынесение в жизнь любви, любви, доброты, понимания, принятия, покрытия чужих недостатков, терпимость. Конечно, отдельный смысл жизни женщины – это украшение всего, к чему она прикоснётся. Своих детей, мужа, себя, пространство, в котором она находится. Потому что что это за женщина, что она себе там хвост надула, начесала, но у неё дома ноги к полу прилипают. У неё в раковине капец там что-то творится. Какая красота! О чём вы говорите? Любовь. Вы знаете, любовь – это что-то такое возвышенное. Это вот стихи, наверное. Нет, конечно, иногда и стихи тоже. Но любовь. Она, товарищи, проявляется в тарелочке супчика горячего дома. Она в прибитом гвозде, в приключенной люстре, если это речь о мужской любви, в заботе, в помощи, в участии, в том, как люди жертвуют своим временем, энергией, своей рукой, своими руками, ногами, сердцами. Зачем мне древнегреческий, понимаете? Мне нужна, не знаю, там, поглаженная рубашка. Участие в простоте. Два поприща вместо одного. Что это значит? Немного больше, немного больше. Тебя попросили чашку переставить, а ты еще стол протри. Откройте бутылочку воды. От бессилия говорит уставший человек, потому что у него уже руки занемели. Налейте вы ему этой воды. А еще начинаются вопросы, а как открыть, а в какую сторону крутить, а какой воды, а с газом или без... Господи, заколебает, вынесет все мозги. У меня был случай. Приехали однажды в Самару обучать Министерство здравоохранения. Там люди заказали тренинг, и женщина замминистра, высоко поставленный человек. Казалось бы, да, сидеть на троне, всем раздать задания и ничего не делать для гостей. Она ждала, и она переживала, и она понимала, что с дороги там еще проехать на машине. Послала свою машину с мигалочками, чтобы все было комфортно. Машина отхимчищенная, все хорошо. Водитель проинструктирован, что на уши не садится, лишнего не говорить, в машине не курить. С полным комфортом мы доезжаем, и тут нам выносят, а самолет опоздал, и мы еще опоздали, и пришли на несколько часов позже. Все уставшие, вообще никакие. И она выносит горячие пироги. Я говорю, как же так? Как вы успели? Горячие пироги эти с домашним тестом, а и всякие там бутербродики с икрой, все свежайшее. Она говорит, я не знала, во сколько вы приедете, но уже боялась, что вы опоздаете. И я сказала девочкам каждые полчаса разогревать в микроволновке. И говорит, вы не поверите, я разогревала только что, и вы пришли. Это два поприща, или может быть три поприща, вместо одного. Вот мне вообще никто пирогов не ждал. Мы должны были приехать, посмотреть зал, начать его готовить. Все, что она могла, она там сама уже сделала. Зная, что у меня там свои задвиги с пылесосом, сама чуть ли не пробежалась по этому залу. Ну как, у нас все хорошо с зала, Наталья Евгеньевна. Я говорю, ну многое хорошо, но не все. Два поприща вместо одного. Люди, которые готовы к некоторому избытку энергии, именно к таким людям, мы и тянемся. Напишем себе, да, вот этот типаж, он называется человек-солнышко, или человек-свеча. Так вот нужно быть этим человеком-солнышком, для того, чтобы вокруг вас кто-то мог погреться, а не только замерзнуть. Ну люди-то, они в массе своей подойдут, погреются. Если свеча затухла, сгорела, они тут же разворачиваются, всей толпой идут к другому источнику энергии, погреться в другом месте. Вместо того, чтобы расчехлить свой собственный агрегат, поджечь, простимулировать, что-то сделать, чтобы и ты был источником энергии для людей, источником доброго слова, помощи, утешения, поддержки, просто иногда улыбки, юмор какой-то сделай, включись, что-то дай, почему все время брать, 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 сосать, сосать, как бесконечный шприц, бездна. Если говорить об ораторском мастерстве, о работе на сцене, о выступлении, то очень многие люди не в состоянии энергию свою, они не привыкли напрягаться, тратиться даже голос по громче, зачем, я выйду и буду тухлить, они не в состоянии заполнить зал, полтора метра, семьдесят пять сантиметров вокруг себя, все, выйдут и будут что-то там бубнить и тухлить. Вы какашку изо рта, запишите это быстро. У меня есть одна знакомая, она говорит, ну она предприниматель, торгует стиральным порошком. Были времена, когда фуру разгружала сама, Наташа ее тоже зовут. Начинала вот так, потом сделала сайт по продажам, посадила, одел продаж, начали один человек, два, пять, десять, пятнадцать часов у нее тридцать человек, она строит большущий новый, модерновый офис в Петербурге, для того, чтобы уже не только порошок, уже очень много направлений, всего по хорошим ценам. И она, человек очень участливый, активный, жертвенный, который вечно всем помогает, платит, машины дарит, мне бы такого человека встретить, да, на пути на жизни нам. Всем, родственникам, друзьям, знакомым, у одной проблемный бизнес, надо помочь, купим у нее проблемный бизнес, а у Роя нет бизнеса, так, купим этот проблемный бизнес, наладим, этой подарим, чтобы она занималась. Понимаете, вот такой человек, и при этом постоянно крутит педали. И она говорит, Наташа, ну, у меня, говорит, сын, звонит, бле-бле-бле-бле, она говорит, я ему говорю, вень, какашку изо рта, скажи четко, чего ты хочешь, алло, привет, пупсик, она его заставила, я говорю, ты уже чувствуешь, у него уже невроз, он звонит, алло, пупсик, привет, а я говорю, чувствую, что ему уже хочется расплываться, и, а-а-а, вот, очень многие люди, реально, они с кашей во рту, у них есть масса, объясни, почему у меня каша, это, ну, я не особо там с кашей, а, как бы, вот, пришли, как бы, да, но я хочу сказать то, то, что, вот сейчас молодежь использует такой оборот, то, то, что, сказать то, то, что, это, видимо, дом 2, вот, если они начинают то, то, что, это уже дом 2, 100%, смотрит и, возможно, конспектирует, этим живет, и вот такая речь какая-то дебилая, да, запишем себе такое, называется, белый звук, белый, вот такая, белый звук, или вялый рот, вялый рот, я стараюсь, чтобы у меня носогубные складки, они не образовались, и я вот так вот говорю с одной стороны, да, у меня внутренняя дикция, за счет диафрагмы дикцию, держу, рот должен быть рабочим, в высшем смысле этого слова, да, товарищи, то есть нужно говорить, если да, то да, если нет, то нет, слушай, у тебя там есть в машине чемодан? Я что-то не пойму, то ли да, то ли нет, то ли чего, где концентрация? У меня есть одно стихотворение, вы его, возможно, знаете, оно называется, я и то, и сё, я и та, дело даже не в том, что звук повышать, или кричать, голос напрягать, дело в концентрации, в том, что каждая буква должна быть похожа на себя, устала ты, устала, никого не колышет, спала ты, не спала, с самолета, ни с самолета, с вертолета, не колышет, сконцентрировалась, и вперёд, концентрировать речь, и вот если бы я без концентрации прочитала это стихотворение, получилось бы что-то такое, вот так люди и говорят, а чё, нормально говорю, сейчас законы лидерства рассказывать буду, какого лидерства законы расскажешь сейчас, а? Поэтому вы, когда говорите, Леонид Ильич, американцы полетели на лобо, а вы у меня полетите на солнце, Леонид Ильич, ну что, не можешь сгореть, что ты, чудо шель сижу, ночью полететь, чтоб у вас вот такого не было, раз у тебя какашку, вы не за рта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok